Спортивный директор Локомотива ответил на вопросы Спортэкспресса. В шестом туре Российской премьер-лиги Локомотив сумел прервать серию из пяти матчей без побед. На выезде железнодорожники сумели разгромить Химки 3-0. После матча спортивный директор Локомотива Томас Цорн ответил на вопросы корреспондентов Спортэкспресса. Камано, Игнатьев и Сидор. У Франсуа Камано заканчивается контракт. Какая ситуация с продлением? В теории он мог бы воспользоваться правилом FIFA и уехать. Он единственный в команде, кто не написал бумагу о том, что не будет им пользоваться. Но он и не собирается использовать эту опцию. У нас есть четкие договоренности. Если это будет выгодно клубу, будет продажа. Но моя позиция Камано нужно остаться. Есть у меня много вопросов к этой позиции. На мой взгляд Камано стоит уехать из Локомотива. Да, он забил хороший гол в ворота Химок. Но тем не менее, я, честно, не вижу перспектив у Камано и в плане того, чтобы давать результат Локомотиву. Да, вот именно прям стабильно, круто. Спасибо за фоллоу, кстати, ребята. Спасибо огромное. Подписывайтесь, потому что в ближайшее время, скорее всего, на ВАЗДе будет много стримов, потому что мне нужно успеть до конца месяца добить цифру в 10 стримов разные дни. И я точно не все буду в итоге в телегу анонсировать. Камано мне не кажется игроком, который супер круто будет затаскивать нам результат, но при этом сильно его стоимость трансферная от того, что он будет у нас играть, точно не вырастет. Поэтому, на мой взгляд, Камано чел, ну, от которого я абсолютно спокойно бы отпустил. Вот прям вот вообще без проблем. За стоимость более-менее близкую к тому, за сколько его покупали, вообще легко. То есть, если дадут 5 миллионов, я его бантиком перевяжу. Если будут 3-4, ну, я подумаю, то, скорее всего, отпущу, потому что лучше мы получим 3-4 миллиона и пустим их в ход на покупку какого-нибудь перспективного крутого крайка, чем вот у нас будет Камано, который вроде есть, а результат будет добывать абсолютно нерегулярно, нестабильно, максимально нестабильный игрок, который делает хорошие вещи. То есть, реально, когда его перевели под нападающим, а не нападающим в первых матчах, то Камано очень много полезного стал делать и хорошие развивающие передачи. И вот, например, первый гол, который забили ворота Химок, он же там протащил мяч, обвел, отдал налево. Ну, короче, ну, он нормально играет, но, ну, совершенно не яркий, совершенно не так, что прям вот держаться двумя руками за него. При этом легионер, при этом уже достаточно возрастной легионер, ну, как возрастной, ну, не молоденький, не 20-летний, так что ждать, что он сильно разовьется, честно говоря, не понимаю зачем. Но вот Цорн говорит о том, что хочет сохранить Камано. Вы хотите продать Камано? Мы хотим его сохранить, как минимум, на этот сезон, а дальше посмотрим. Мы делали предложение Камано о продлении контракта, пока не сошлись. Если в итоге не сойдемся в условиях, тогда Франсуа просто отыграет сезон и по его ходу посмотрим, что с этим делать. Здесь надо посмотреть до конца июня 2024 года, да, то есть, если мы еще сезончик его помурыжим, да, у него останется год до конца контракта. В принципе, продать еще можно будет. Я понимаю, наверное, почему это делается. Сейчас, ну, проще сохранить тех, кто у тебя уже есть и может играть в футбол, чем пытаться найти со стороны кого-то, кто сильнее. Здесь могу понять, но если будет предложение на нормальные деньги, не 14 миллионов ждать предложения по Камано, оно не придет, но хотя бы там 4-5 миллионов, то я считаю, что нужно отдавать. Есть ощущение, что Вильсен Исидор в последних матчах не играет на своем уровне. Это последствия ухода БК-БК? Нет, это не последствия ухода Алексиса. Исидор сейчас напряжен. Наверное, это связано с тем, что его заменяют после первого тайма. Один из самых мотивированных футболистов, которые у нас есть. Хочет забивать, хочет играть. Нервничает и за каждую минуту, которую проводит вне поля. Это хорошо. Плохо, если бы ему было безразлично. С одной стороны, да, понимаю мысль. С другой стороны, ну, во-первых, я не разделяю мысль о том, что Исидор играет не на своем уровне. Когда смотришь повторы, когда смотришь именно на то, как играет Исидор без мяча, видишь, что все у него прекрасно, все у него отлично. Да, в некоторых моментах там может потерять мяч, но это у него и раньше было. Но если ты ему отдашь передачу, он выжмет из этого момента максимум. Да, соответственно, ну, играет не на своем уровне, но с крыльями советов заработал пенальти. И в матче с Химками тоже вот у него было много моментов, когда, ну, ты просто покати ему, он бы, ну, как минимум ударит по воротам, забьет, не забьет, мы не знаем. У Исидора есть, опять же, черта, что не все, что дается ему в качестве стопроцентного момента, в итоге влетает в сетку ворот. Вот, но тем не менее, отдая ему передачу, он это, он все время открыт, он все время предлагает себя, но эти передачи ему идут далеко не всегда и не всегда до него доходят. Вот, в этом плане у меня нет вообще никаких вопросов к Исидору. Отлично играет. То, что его меняют в перерыве, в данном, ну, вот, в матче с Химками точно не проблема Исидора, это проблема того, что у нас было удаление, и, соответственно, его заменили, видимо, как человека, который в меньшей степени может бороться за мяч. Как я понимаю, то же самое, та же самая логика была и в матче с крыльями советов, почему его поменяли на Раканьяца, чтобы был человек, который может получше цепляться за мячи, и может получше бороться, но в итоге Раканьяц ни хрена не умеет зацепляться за мячи, ни хрена не умеет бороться. Исидор тоже этого не делает, но, как бы, тут, по крайней мере, если Исидору дадут пас, он пробьет поворотом, а никак Раканьяц не сможет принять мяч. В общем, думаю, что с Исидором будет все нормально, надеюсь, что он тоже немножко расслабится, выиграли 3-0, все у него хорошо, и в следующем матче выйдет в старте, сам забьет и уже будет счастливым парнем. Понятно, да, что сейчас немножко нервов, немножечко непоняток, тренер заменяет, команда валится, Исидор парень у нас эмоциональный. Иван Игнатьев несколько матчей подряд выходит в старте, хотя есть ощущение, что он все еще не набрал форму. Мне кажется, Игнатьев делает очень много для команды, даже если находится без мяча, работает, добегает, хорошо играет. Игнатьев один из основных игроков в ближайшем будущем. Перед каждым матчем тренерский штаб принимает решение по составу, делается это не просто так, исходя из готовности игроков. Ну, здесь полностью согласен. Опять же, посмотрел повтор матча с Химками, Игнатьев очень много борьбы навязал, очень много мячей отыграл для Локомотива, вступал в единоборство, помогал в развитии атак, и очень хочет забить. Вот я думаю, что забитый мяч очень сильно его раскрепостит, и он начнет играть уже, ну, в такой более комбинационной игру. Футбол больше для партнеров, но передачу, которую он на Керка, например, отдал, это просто космос. Вот в Локомотиве таких передач уже сто лет никто не отдает, чтобы два игрока соперника скрещивались, но передача прошла точно между ними, чтобы оба не могли достать до этого мяча. Да, то есть они сужают коридор, куда можно отдать передачу, а передача все равно в эту щелочку пролезает на Керка. Очень круто. Это у нас, наверное, Рефаджи Малединов мог такие передачи отдавать. Ну, до этого всякие там Фернандеши, Фарфаны, да. Усиление Дзюба и Аздоев. На рынке было много свободных агентов. Дзюба, Аздоев, Гозинский. Почему Локомотив никого не взял? У нас есть наша линия. Дзюба, Аздоев хорошие игроки, которые многого достигли в футболе, но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию. Все логично, все понятно. Думаю, что в принципе с философией могут быть исключения, но я не уверен, что их нужно делать ради Дзюба и Аздоева за огромную просто зарплату. Да, то есть если бы это был какой-нибудь Фарфан, который бы готов был играть за среднюю по нынешнему Локомотиву зарплату, то почему нет? Вот Дзюба за там полтора-два миллиона или Аздоев за тоже большие деньги. Ну Аздоев, наверное, вообще не нужен. Но вот Дзюбу можно было бы взять, если бы это был сферический Дзюба в вакууме, а не конкретный, за небольшие деньги, ну, наверное, можно делать исключение. Я, по крайней мере, уверен, что стратегия этого не исключает. Но если мы смотрим на конкретные фамилии, то по мне так все трое не нужны. Какие линии требуют усиления в Локомотиве? И вот это вот самое-самое краугольное. Нам точно нужно усиление в центральную линию, повлиял уход бека-бека. Я считаю, что нам не хватает крайнего защитника, и мне кажется, что нам нужен еще игрок в линию нападения. Нам нужен футболист, который может сыграть как в центре атаки, так и на флангах. Во-первых, нахрена нам игрок в центральную линию? Вы с имеющимися игроками не можете разобраться. Вы не понимаете, как их всех уместить на поле. У вас есть бомбезный карпукас, который вам затаскивает старт хотя бы на имеющиеся очки. У вас мало очков, но то, что имеется, это достижение Артема Карпукаса. У вас есть баринов, которые вы не посадите в запас, потому что это капитан команды, и нельзя баринов, капитана команды, сажать в запас. Он вам всю атмосферу в команде в итоге запорит. У вас есть Костя Мардешвили, который на секундочку лучший бомбардир команды после вчерашнего гола у Антона. Два пеноля и два гола с игры у Кости Мардешвили. Это уже три игрока. У вас есть Сергей Бабкин и у вас есть еще Даня Куликов, которых вы тоже должны как-то использовать, как-то выпускать. Плюс к этому у вас есть Стас Макеев, который тоже может сыграть опорным. И вы хотите еще одного игрока в центр поля. Именно вот такого, который не атакующего, не рефата заменитель, не под нападающими, а именно игрок в центральную линию из-за ухода БК-БК. То есть игрок типа с функционалом БК. Вы как это все будете использовать? У вас будут Карпукас, Баринов, вот этот новичок, Костя Мардешвили, Бабкин и Куликов одновременно играть? Нет, не смогут. Вот что точно не нуждается в усилении, так это центральная линия после ухода БК-БК. Наоборот, уход БК-БК открывает вам карты, чтобы использовать Костю Мардешвили. Наконец-то! Вот он вчера сыграл, у него отличнейший тайм в меньшинстве, забитый гол, и в целом два самых опасных момента всей игры это Костю Мардешвили. В общем, вообще не могу вот этого понять. Опорники, бокс-то-бокс, центральные полузащитники максимально не нужны. Дальше. Я считаю, что нам не хватает крайнего защитника, но поэтому он поводу еще раньше высказывался, ну, где-то высказывался, я видел видео о том, что вот он считает, что один левша в команде на Эрте Кнезян это мало. И я могу с ним согласиться, да, всегда об этом говорил, о том, что левый защитник должен быть левшой, и позиция должна быть продублирована. Но вот этот вот метай, которого сватают в локомотив, который вроде как уже должен приехать и уже вовсю пишут условия сделки и то, как локомотив за ним следил, ну, вообще непонятно, как этот метай, как левый защитник метай может помочь локомотиву здесь и сейчас. Локомотиву мог бы действительно бы сильно помочь хороший крайний защитник, а лучше два крайних, левый и правый, который будет прям вот уже хорош здесь и сейчас. Метай на данный момент на взрослом уровне сыграл 8 матчей. вот на уровне тир 1 матчей. Он поиграл во второй лиге греческой, где тоже, в общем-то, ну, не особо по нарезке, по крайней мере, как-то сильно блистал. У него есть голевые передачи, но... ну, это просто левый защитник, не какой-то прям суперкрутой, рвущий всех и делающий игру Айко 2. Вообще нет. В общем, ну, вот мы потратим на него определенное количество денег и мы получим просто еще одного игрока в лучшем случае уровня Тикнезяна. Каким образом это поможет Локомотиву выигрывать? То есть, вот три новичка из них. Один, это в центр поля, где у нас и так до хрена. Второй, это левый защитник, который, судя по всему, да, может быть, они, конечно, в последний момент переменят планы и возьмут какого-нибудь другого, но, судя по всему, наверное, все-таки нет. И получается, что надежда на усиление игры именно с трансферов это только вот футболист, который может сыграть в центре атаки и на флангах. Таких футболистов не существует. Если бы были какие-то универсальные футболисты, которые умеют играть и на фланге, и в нападении, и все на свете, такие футболисты бы играли в топ-клубах. Ну и в топ-клубах мы видим, что есть разделение на классных фланговых игроков, а есть разделение на классных нападающих, тех, которые забивают мячи. Вот нам нужен тот, который забивает мячи, лично мое мнение. Да, пускай это будет какой-нибудь быстрый, юркий, техничный, который может передачку отдать, но такого, чтобы он у тебя мог сыграть и слева, и справа, и в центре. Ну вот камано у нас есть, который якобы может. Но вот мы видим, что камано, когда ты ставишь его в центр нападения, простейшие моменты решить не может. Ему нужно возиться с мячом, тогда он что-то делает, тогда у него что-то получается. В общем, меня немножечко расстроила вот эта вот история, то есть, да, если бы он сказал, что нам нужна девятка, вот заменить кухту нам очень нужно, чтобы у нас был нападающий, ну или там не кухта, но чтобы у нас был нападающий, который техничный, который умеет забивать голы и там будет таскать мячи вперед. Я бы понял это, но вот футболист, который может сыграть как в центре атаки, так и на флангах, Лихаджи, Мартинс, это все нет, ты, ни в коем случае нельзя их ставить в центр атаки, это абсолютно бессмысленно и бесполезно будет. Тем более, ну вот мы можем Петрова таким же образом использовать, это игрок, который может сыграть абсолютно везде, абсолютно бестолково, без пользы, ну просто потому, что вот его стиль игры, он вообще не зависит от позиции, да, он будет везде бегать, он везде будет прессинговать, мешаться, открываться, и неважно, это будет центр нападения, под нападающим, правый, левый, хав, абсолютно по барабану. Но это же не качество, это же всегда узкоспециализированный футболист лучше, чем футболист широкого профиля, вот у нас были там всякие Коломейцевы, который может сыграть на всех позициях, на всех позициях Блекло. Лучше взять чистого игрока на конкретную точку, в которой сейчас у Локомотива явно проседает, а у нас очень проседает завершение моментов. В линию защиты планируется только одно усиление, но мы видим, что на долгий срок выпал Лукас Фасон, сейчас травмировался Тин Едвай, и все еще не восстановился Максим Нинахов. Фасон вернется, есть Едвай, есть Мампаси, есть Тас Макеев, который может сыграть центрального защитника. Считаю, что сейчас нам нужнее фланговый защитник. Здесь более-менее соглашусь брать еще одного центрального защитника из-за того, что вылетел Фасон, ну, странная идея. Если там условно сейчас куда-нибудь продать Едвай, тогда да, можно думать. Но если едва и остается, то перенасыщение центральными защитниками нафиг никому не нужно. Тем более, что у Локомотива, опять же, есть там Женя Морозов, который в Факеле играет, и после того, как Морозов встал в оборону Факела, Факел за два матча пропустил один гол, а до этого они играли матчи 4-4, там 3-3, вот эти вот все матчи, где дохренище просто пропускали. И потом в двух матчах один пропущенный. Женя Морозов супер топ. И вот так вот. Короче, короче, не знаю, я не очень понял. Я согласен на двух игроков в атаку. Например, одного игрока Крайка и одного игрока Чистую Девятку. Да, тогда я буду увидеть в этом какой-то смысл. Я, может быть, согласился бы с покупкой десятки на место там Рефата Жамалединова, потому что мы видим, что Антон Миранчук не совсем справляется с этой ролью, немножко не его, ему нужны другие действия, другая позиция на поле. Рефата Жамалединова после Ахилла еще хрен знает восстановится, не восстановится. Камано на этой позиции видеть не хочется. Вот. Я более-менее согласен, что нам десятка нужна. атакующий полузащитник. Но опорники, крайне защитники нам нужны, но не Митай. Просто мне, я просто не вижу смысла в покупке конкретно Митая в конкретно нашей сегодняшней ситуации. Транш Аталанта Ницца. Что с выплатами Аталанты за Алексея Миранчука? Они ведь его уже отдали в аренду. Ситуация такая, что они ждут разъяснения от FIFA, и это должно быть в сентябре, пока все на той же стадии. Но ситуация простая, Аталанта в Италии не хочет платить в Россию, потому что боится, что итальянские службы посчитают, что таким образом используется уход от санкций, и вот это все. Да, нужно разъяснение FIFA, каким образом платить. Может быть, Аталанта заплатит FIFA, а FIFA уже заплатит в Россию, и все будет нормально. Может быть, не скажут, но в сентябре все должно решиться. Как вы смогли договориться с Ницей, чтобы выплаты за бег поступали в срок? Зависит от клуба, в Италии ситуация другая, нежели во Франции. Французские клубы готовы платить. У нас есть договоренные. Скоро мы должны получить платеж, как будет проинформирован. Но Франция в целом страна, готова с Россией сотрудничать, насколько я понимаю. Те же всякие Ашаны, которые из России никуда не уходят и держат, отбиваются всеми силами от мировой общественности и многие другие французские бренды. Пока транши от Ниццы не было, при покупках, продаже сумма разбивается на несколько платежей. В каждом клубе есть бюджет, в нем нужно находиться. Это нормальная история. Но тоже транши, я так понимаю, что где-то должны в ближайшее время первый транш поступить, через год второй, через два года третий. Клуб осуществляет переводы средств, деньги шахтеру за мампаси переводятся, каким образом расскажет финансовый директор. И еще один абзац, который меня совершенно не устроил, просто скорее даже выбесил. Вы закрыли казанку, обещали структурные изменения. Они произошли, вы довольны тем, что есть сейчас? Мы довольны, у нас сейчас есть молодежка. Хотя пока сильную молодежку мы не получили, но это требует времени. А с каких хренов вы получите сильную молодежку? Там какие-то новые игроки появились, там кто-то сильный есть. Вот вы помурыжили Алексея Ларина, и Ларин, который в прошлом году забивал 10 голов и в целом был лидером, сейчас не может сделать вообще ничего. Это ваша работа, это вы в основе запороли игрока. Может быть, морально, может быть, физически, может быть, еще как-то, но нынешний Леша Ларин и тот, который был раньше, это два абсолютно разных футболиста. Нету никакой селекции в молодежный футбол уже, сколько я об этом кричу, полтора года. Мы смотрим на молодежку, и там играют те же самые люди, которые там год назад играли в UFL 1, а в UFL 1 они безобразно играли. Не может быть такого, что у вас игроки явно ниже уровнем, чем у соперников, но они приходят в молодежку, где еще сильнее сопротивление, и они вдруг начинают играть. Ну нет, такого не бывает. А селекции нет, вообще нету селекции в молодежке. В UFL, да, там в пару команд взяли неплохих ребят, которым тоже еще очень много нужно пройти, чтобы обтесаться, чтобы стать сильными. Но, типа, а как? А как мы собираемся играть, забивать? Ну вот, да, Леша Батраков что-то пытается сделать. 2005 год рождения, он только-только появился, щупленький, маленький, пытается что-то придумать и придумывает, и благодаря ему в том числе мы забиваем и выигрываем. Два последних матча выиграли. Но, блин, меня это очень сильно триггерит. Вы полностью забили на молодежную команду и при этом позволяете себе высказываться о том, что там сильную молодежку не получили, что результаты молодежки вас не устраивают. Где селекция? Где попытка собрать хорошую, нормальную боевую команду? У нас только уходят игроки. У нас ушел Матвей Першин. Тоже непонятно как, непонятно куда, просто лидер прошлого сезона взял и ушел на прошлой неделе бесплатно в команду ФНЛ-2, нынешнюю вторую лигу. Он мог бы играть в Казанке, но вы Казанку распустили, и в итоге Першин, у которого сейчас уже нету мотивации, потому что вы его не взяли тренироваться с Основой, а других перспектив у него в Локомотиве уже нету, он уже не пойдет играть за Казанку, ее нету, и он ушел бесплатно. А вопросы почему-то предъявляются к молодежке. Фармклуба сейчас нет, как планируете работать без этой ступени? Если фармклуба нет сейчас, это не факт, что его не будет в будущем. Это может быть структуры внешние, а не внутренние. Локомотив может договориться о партнерстве с каким-то клубом. Мы хотим сильную молодежку, она должна быть укомплектована. Мы многих ребят вытаскиваем из молодежки и подводим к основе. Сейчас результаты молодежки нас не устраивают. Опять же, опять же, вы многих ребят из молодежки забрали к себе, вы забрали Ракова, забрали Погосного, забрали там Даню Попова, каких-то еще ребят периодически выдергивают, там Щетинина, Богомаева, а потом результаты молодежки их не устраивают. При том, что игроки, которые из молодежки выходят, оказываются сильнее, чем тех, которые покупают за 5-6 миллионов, как Карпукас, который вытеснил из основы Бека-Бека, как Раков, который сильнее, чем Раканьяц, и много-много еще подобных примеров. Короче, блин, меня сильно бомбит с того, что происходит в молодежном футболе у Локомотива, про то, насколько все забили болт в вот этом спортивном блоке. При этом кое-как эта молодежка, эта UFL существует на энтузиазме тренеров, на энтузиазме тех, кому это не безразлично, а потом выходит Сорн и говорит, что его не устраивают результаты молодежки. Так может быть, хоть пальца палец ударить для того, чтобы у них все было нормально. Как-то стараются, как-то вытаскивают себя за шкирку, находят резервы, из Лока-2 ребят уже подтягивают. У нас, блин, Чугунов основной нападающий, основной игрок, который забивает в молодежке. Просто охренеть. Может ли фарклуб Локомотива быть не в России, а в других странах? На данный момент в этом нет смысла. Процесс, который требует времени, договориться о двух футболистах, которых мы отдадим в аренду, это не фарм-клуб. Мы прорабатываем на разные модели, но сейчас важный результат основной команды. Фарм в Европе был моей идеей фикс много лет. Сейчас понятное дело, что... Ой, зачем я это включил? Господи. Срочно вырезать. Идеи фикс на много лет, но сейчас, учитывая нынешние мировые обстоятельства, разумеется, ни о чем подобном просто речи быть не может. Фарм в Европе в ситуации, когда вся Европа ненавидит Россию, было бы крайне-крайне странно. Так. Все, вот оно интервью. Честно, не внушает оно в меня большое количество оптимизма. С трансферами очень сильно затянули. Сейчас уже 21 августа, через две недели закрывается трансферное окно. Мы ищем позиции, которые, как мне кажется, серьезно игру локомотива не усилят. В Сербии фарм-клуб не будет иметь никакого смысла. Вообще не будет иметь никакого смысла. В Сербии очень низкий уровень сопротивления в лигах ниже верхней, да, то есть уже вторая лига, это просто там 15-16-летние дети играют. И, насколько я понимаю, там тоже есть сильные вопросы по тому, кто может там играть. То есть нельзя взять и команду из африканских легионеров заявить. Как, например, в Скандинавии, где можно было бы создать фарм-клуб, там вообще нет никакого лимита, и ты можешь завозить африканцев пачками и развивать, соответственно, потом продавать. Вот. Короче, короче, да, две недели всего осталось. Трансферы, которые анонсируют Сорн, на мой взгляд, не сильно игру локомотива улучшат. По молодежному футболу какие-то очень странные слухи витают и странные оценки от Сорна. Работы в молодежной и в молодежном секторе не вижу. Ну, посмотрим, как все это будет развиваться. Сегодня проходят встречи с болельщиками спортивного блока, насколько я знаю, там присутствует все руководство локомотива, тренеры вроде присутствуют, ну, короче, там такой разговор по душам. Должны в ближайшее время тоже появиться какие-то новости, какие-то заявления. Если они будут по ходу трансляции, то обязательно мне маякуйте, обязательно давайте мне ссылочки. Я буду зачитывать, смотреть, плюс обещали, что будет все-таки видеозапись этого мероприятия, этой встречи, что кто-то ее должен вести, и если она появится, тогда мы уже посмотрим ее все вместе, тоже может быть на перемоточке какой-нибудь, может быть на ключевых моментах, но обязательно посмотрим. Вот, и тогда уже там тоже, насколько я понимаю, ну, точно знаю, что там будут очень острые вопросы, потому что я узнавал, там пошли ребята, которые крайне негативно относятся. Не журналисты Иванова вроде как не было, но были и другие фанаты, болельщики, которые крайне негативно относятся к тому, что происходит в клубе, к немцам, к стратегии, к ЦОРну, так что разговор там должен был быть довольно жесткий. Посмотрим. Представитель чатика присутствует, меня звали, но я не пошел на эту встречу, потому что она за закрытыми дверьми, без внятных трансляций, без внятных обещаний и полной записи, чтобы было понятно, что там происходит. Я на такие встречи зарекся ходить после того, как сходил к Геркусу. На меня неизгладимое впечатление произвело в свое время. Смотрю, сейчас вот я открыл себе параллельно Краснодар-Оренбург. Это очень похоже на матч Зенит-Торпеда, только в роли Торпеда Краснодар. Только Краснодар отбивается. Постоянно какие-то удары в створ ворот, причем иногда из опасных позиций. Но счет 0-0. КОНЕЦ